Сегодня Всероссийское движение «Антимайдан» проводит акцию «Год Майдану не забудем, не простим». В рамках этой акции будет проведен митинг, а также был проведен общекрымский автомотопробег, прошедший через города Крыма и финишировавший только что здесь, на площади имени Павла Степановича Нахимова, в легендарном городе Героя Севастополя. Уважаемые севастопольцы, давайте поприветствуем наших участников авто-мотопробега. Ну а сейчас для приветствия на сцену приглашаются губернатор города Героя Севастополя Сергей Иванович Миняйло, президент крымского отделения мотоклуба «Ночные волки» Александр Медведев, представитель организаторов всероссийского движения «Антимайдан» от мотоклуба «Ночные волки» Феликс Черняховский, представитель организаторов общероссийского движения «Антимайдан» боевое братство города Севастополя Василий Зубенко, исполняющий обязанности председателя общественной организации «Севастопольская оборона» Александр Малеев, заместитель исполняющего обязанности председателя организации «Севастопольская оборона» Олег Гасанов. Дорогие друзья, сегодня в Москве по площади революции, в марше «Антимайдана» прошли 300 человек с флагами Севастополя и России. Сегодня мы здесь с вами собрались для того, чтобы сказать «нет». Нет фашизму, нет Майдану, нет злу, которое творят некоторые политики. И страдает за это простой народ. Вам всем большое спасибо. Ровно год назад, здесь, на площади Нахимова, вы не дали развернуться Майдану. Вы сделали все, чтобы Севастополь вернулся в Россию. Спасибо! С праздником! Дорогие севастопольцы, сегодня, годовщину кровавой трагедии, которую разыграли кукловоды, с ценой, для которой явился дом нашего родного и близкого народа, мы хотим почтить память тех, кто трагически пал, исполняя свой долг. Мы хотим сказать всем, кто нас видит, что мы знаем и понимаем, как враг ведет свою работу, как он ведет работу среди молодежи через интернет, подменяет истинные ценности, лишает нас исторической памяти, пытается, пытается, чтобы наша молодежь не понимала, чьи они дети. Сегодня мы с вами вынуждены возвращать истинное имя победы наших дедов и отцов. И не зря здесь на площади, сегодня в автопробеге, который привел сюда более 300 автомобилей, появились флаги СМЕРШа. Пусть враги знают. Мы знаем их, мы знаем, что они делают, и мы вместе не дадим им сделать задуманного. И кому, как не Севастополю, сказать именно от имени антимайдана нет. Именно Севастополь стал первым антимайданом. Именно Севастополь поднял людей. Именно Севастополь в 2014 году вместе с нами провел первую большую акцию антимайдана, которая явилась в нашем байк-шоу триумфальное, которое говорило о том, что мы пять лет были вместе и завершили свой путь дома в России. Спасибо вам. Уважаемые друзья, хирург в связи с тем, что сегодня находился в Москве, передал всем Севастопольцам огромный привет. Он душой всегда с Севастополем передал следующие слова. Ночные волки были в Севастополе, есть в Севастополе и всегда будут в Севастополе и будут биться за севастопольцев. Спасибо вам. Дорогие друзья, я хочу вам передать огромный привет и зачитать от боевого братства регионального отделения Всероссийской общественной организации в Севастополе. Будем так говорить, послание. Сегодня ни для кого не секрет, что идет попытка подорвать все, включая социально-экономическую ситуацию в нашей стране и в нашем городе, чтобы вызвать в том числе недовольство. Из опыта всех цветных революций они не возникают просто так, они раскручиваются постепенно. И мы считаем, что те процессы, которые идут сегодня, попытка объявить так называемую оппозицию, это попытка раскрутки Майдана. Поэтому сегодня собрались с той целью, чтобы в первую очередь этого не допустить. Мы, россияне, боевые офицеры, члены боевого братства, которым дорога судьба Родины и будущее наших детей становимся вместе, чтобы не допустить цветных революций, уличных беспорядков, хаоса и анархии. Не позволим хозяйничать в наших городах тем силам, которым ненавистна сильная и суверенная Россия и которые получают одобрение и поддержку из-за рубежа. Мы остановим смуту, которая уже случалась в нашей истории. Осознавая все это, мы готовы защитить конституционный порядок и закон традиционной ценности нашего общества и будущее нашей страны. Решительно заявляем, что не допустим силового свержения законно избранной власти, какими бы красивыми лозунгами это насилие не прикрывалось. Готовы защищать нашу родину, ее покой и стабильное развитие. Нам не нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. АПЛОДИСМЕНТЫ Честная организация Севастопольская оборона благодарна ночным волкам и боевым братствам за организацию этого мероприятия. Благодарны правительству города Севастополя за это мероприятие. Мы все патриоты нашего города, мы все патриоты России и мы просто не должны дать даже возможности этой коричневой грязи, которая сидит за Чингаром, прийти в наши города, села и в нашу родину. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, дорогие друзья, сейчас к микрофону хочу пригласить обычную, простую нашу севастопольскую русскую женщину, активную участницу третьей обороны Севастополя. Многие из наших ребят знают ее в лицо. И ей есть что сказать всем собравшимся на этой площади. Встречайте Валентина Славченко на нашей сцене. Эй, вы там, на Майдане, за какую валюту, за какие медали вы так подло, так мерзко Россию продали. Кто вам дал это право братьев русских поганить? Кто вам дал это право осквернять нашу память? Мы по крови, славяне, семьи наши едины. Эй, вы там, на Майдане, вы не вся Украина. Работях вы спросили? Вы шахтеров спросили? Что, Восток Украины ненавидит Россию? Каждый день планомерно пополняется касса. Сколько дали вам евро за продажу Донбасса? Или доллары в пачках вам летят в переводах? Кто позволил вам пачкать души наших народов? Жалко хвост поджимая, как присуще холопам, голым задом виляя, вы стремитесь в Европу. Кто за вашей спиною? Кто вы сами такие, что так подло войною прете прямо в Россию? Слово им русский, голос русский немилым, слово наше немило, учинили расправу нашим братским могилам. Наши прадеды, деды, жизнь свою положили, чтоб вы нашу победу за гроши заложили, есть терпенью граница. Лица наши суровы, и в казачьих станицах шашки к бою готовы. Стоит сейчас Россия горда, а как весь Запад ликовал, как дамбал с пропитой мордой, как руб Россию пропивал. В угаре беспробудной пьянки давал понять, «Мы все пропьем!» И потирали руки ямки «Еще немного!» И добьем. Но невысокий, с умным взглядом, с молитвой к Богу подошел. «Иди вперед!» «Я буду рядом!» И он пошел. Он попросил у Бога силы, без крика, шума, суеты, взвалил убитую Россию, на плечи крепкие свои. Так с ним Россия возрождалась и становилась все сильней, но завопила, завизжала вся свора западных друзей. Скрипит Америка зубами, но им убогим не понять, что Путин наш, он мудрый парень, не посрамит Россию мать и поднимается над миром. С улыбкой чистой и простой непобедимый наш Владимир, достойный сын Руси святой. Всех с праздником! С праздником вас поздравляю, мои дорогие Севастопольские россияне! Я желаю вам всем счастья, а счастье это когда дома нет больных, в тюрьме нет родных, и в друзьях нет гнилых. Пусть всегда у вас будет счастье! Вот из таких простых русских людей и состоит вся наша Севастопольская оборона. Да что можно сказать? Конечно же, каждый из живущих в городе героев Севастополя почти год назад вышел сюда на площадь, когда состоялся 23 февраля митинг доброй воли. Я думаю, что каждый из присутствующих был здесь, на этой площади. Ведь так, Севастополь! Год назад мы показали свою волю, мы отстояли свое право жить на свободной, мирной земле. Это так? И наше мнение не изменилось. Мы готовы поддерживать и утверждать, что мы именно так и думаем, мы именно в это верим. Я права? Да! Давайте сейчас. Действительно хорошая традиция есть в городе с героем Севастополя. Троекратным ура! Приветствовать всех, кто в свое время сделал очень нужное для нашего города, для всей страны. Севастополь! Мы готовы поддержать эту традицию и троекратным ура! Поприветствовать всех, кто вышел и год назад и готов выйти в следующий понедельник сюда, на площадь Нахимова, чтобы отметить и годовщину нашего митинга доброй воли и, конечно же, поздравить всех защитников с наступающим праздником Днем Защитника Отечества. Вы готовы три раза крикнуть ура? Да! Тогда нашим защитникам всех времен наше Севастопольское Ура! 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 Ну что ж, дорогие севастопольцы и уважаемые гости нашего города, наш митинг, конечно же, продолжается, как продолжится и наш концерт, посвященный акции Год Майдану не забудем, не простим. Буквально через несколько минут на эту сцену вновь поднимется рок-группа Курага, чтобы подарить вам свое творчество, чтобы порадовать вас своими песнями. А потому не расходитесь, вы можете пока отдать дань уважения нашим замечательным гостям, которые участвовали в автомото-пробеге в Секрымском. Конечно же, и через несколько минут насладиться тем, что будет происходить на этой сцене. Не расходимся, обязательно же нас ждет продолжение. Наша акция продолжается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...